В продолжении темы предпринимательства в Некрасовском набирает обороты производства материалов для малоэтажного строительства и благоустройства. На территории сельхозтехники, где сегодня работает конвейер, штампующий плитку и блоки буквально как горячие пирожки, побывала наша съемочная группа. Это производство открылось в 2010 году на базе сельхозтехники в продолжении сотрудничества некрасовцев с белорусским предприятием Белрус Агротехника. В цехе по соседству собирают сельхозмашины и многофункциональные прицепы. А здесь установлено оборудование для изготовления тротуарной плитки и строительных блоков. Цех уже дал 8 рабочих мест для некрасовцев. И если новый строительный сезон пойдет хорошо, производство будет расширяться. Продукция расходится достаточно в разные регионы. Москва, Московская область, Вологды, Кострома, Ярославль, Рыбинск. То есть по центральной части, грубо говоря, границы Ярославской области, везде продукцию забирают. Дорогостоящие оборудования для выпекания вот таких бетонных куличиков закупили в Челябинске. Опыт работы позаимствовали у коллег в Туле. Сегодня цех производит 500 блоков за смену, но, как показывает практика, его мощность в 5-6 раз больше. В технологическом процессе используются только цемент и песок. Цемент привозной из Нижнего Новгорода, а песок наш из местных карьеров. Вышедшие из вибропресса блоки сушат по особой технологии с использованием парогенератора. Так они становятся максимально крепкими и прочными. Использование керамзита уменьшает вес блоков и повышает их теплоизоляционные свойства. Кроме того, цех выпускает облицовочный кирпич и материалы для благоустройства. Бордюрные блоки, тротуарную плитку и другие формы. Изготавливают здесь и металлические конструкции для заборов, оконных решеток и садовых скамеек. Цветные камни и плитки производятся с добавлением красящих веществ на основе оксида железа, который не боится атмосферных осадков и не выцветает со временем. Наглядной рекламой продукции является офис фирмы, построенный внутри производственного цеха и собственных материалов. В планах предприятия не только расширить производство, но и свести к минимуму ручной трубки. Труд при погрузке и укладке готовых форм. Есть надежда, что цена и качество продукции станут лучшей рекламой для продвижения ее на российском и местном рынке. Некраска. Перед сезоном мы продали продукцию, но только весной еще будут делать первые постройки из нашего камня, из блоков. Посмотрим, как будет выглядеть наша продукция на других объектах. Говорим, как бы это зависит от объема. То есть так и так можно.